Добрый день, дорогие наши подписчики. Сегодня мы вкратце с вами рассмотрим о кофейном аппарате Saeco 200. Saeco 200 состоит из первой подъеденечкой кофемолка и центральное кофейное устройство. Двоечка. Отделение для загрузки сухого продукта. Три. Устройство подачи сахара и ложечек для размешивания. Четыре. Плата процессора ПЦУ. Пять. Диспенсер стаканов. Семь – это плата питания. Восемь – это воздухораспределительный бачок. Девять – помпа. Сегодня я хочу вам рассказать самое главное об обслуживании автомата. Самое главное в этом автомате – это обязательно и качественная чистка. Загрузка должна быть сухого продукта, так, чтобы ничего нигде не рассыпалось, чтобы продукт не просыпался. Значит, все движущиеся и недвижущиеся части надо обязательно чистить. Все шланги, водичка должна быть чистая, шланги должны быть промытые и фильтра точно так же почищены. В ежедневную чистку входит такая работа. Обязательно надо прочищать, вынимать, прочищать все контейнеры, прочищать все опорные зоны контейнера, днище, внешнюю часть автомата и, прежде всего, отделение разлива. Как мы уже вам рассказывали в прошлом видео, надо производить вот такие вот работы каждый день. Первое – это вынимать и промывать все доступные части разливочного отделения. Второе – очищать подоны для жидких отходов, промывать или заменять их. Очищать разгрузочные контейнеры – это те главные работы, которые надо делать каждый день. Каждую неделю мы делаем следующие работы. Вынимать все контейнеры и протирать влажной материей все опорные поверхности, днище и внешнюю часть корпуса автомата, прежде всего, отделение разлива напитков. Каждый месяц производим следующие работы. Производить дезинфекцию всех частей, контактирующих с пищевыми продуктами. И вынимать и промывать отделение для кофе. Смазывать все движущиеся части силиконовой смазкой, пригодной для использования с пищевыми продуктами. И через каждые 10 тысяч разливов обязательно заменять прокладки и фильтра. Как надо промывать фильтра? Тщательно просушите верхний и нижний фильтр и продуйте их струей сжатого воздуха. Во время чистки и обслуживания автомата не подвергайте механическому воздействию электрические компоненты. Плату клавиатуры, плату процессора, катушку дозатора, катушку устройства раздачи сахара. Плановое и внеплавное обслуживание аппарата. Прежде чем снять какую-либо часть автомата, убедитесь, что он отключен. Следующее действие следует поручать только квалифицированному персоналу. Если необходимо произвести какие-либо операции с включенным торговым автоматом, обратитесь к обученному специалисту. Более сложные операции, такие как удаление накипи с бойлера, требуют глубоких знаний о торговом автомате. Дезинфицируйте все контактирующие с пищевыми продуктами части с помощью дезинфицирующих средств на основе хлора каждый месяц, так как мы расскажем дальше вам. Уход за центральным устройством. Отделение изготовлено из пластмассы. Рекомендуется вынимать его и тщательно промывать горячей водой один раз в месяц через каждые 5000 разливов. Или раз в месяц необходимо смазывать все движущиеся части отделения силиконовой смазкой, пригодной для использования с продуктами питания. ЦУ состоит из 1, это шток нижнего фильтра, 2 шатун, 3 направляющие. Обязательно надо заменять прокладки и фильтра через каждые 10 000 разливов. Верхний фильтр меняем следующим образом. Ослабить надо верхний болт при помощи ключа, который поставляется в комплекте с автоматом. И открутить фильтр вручную, заменить. Нижний фильтр откручиваем двухсторонние винты и вынуть надо стопор верхнего поршня и меняем фильтр. Таким образом вращая винт вручную с помощью поставляемого вместе с автоматом ключа, пока нижний фильтр не покажется заподлицо с манжетой. Открутить надо винт номер 1 и заменить фильтр. Снова установить все детали в обратном порядке. Очень важно знать, что все детали должны быть просушены и верхний, и нижний фильтра продуты струей из сжатого воздуха. Следующее видео у нас будет по регулировке кофемолки и тазатора. Подписывайтесь на мой канал, спрашивайте, задавайте ваши вопросы. Нам очень важно ваше мнение. Спасибо вам за внимание. Пока-пока. Мы вас любим. Пока-пока.